Вот скажи мне, что с тобой сделает твоя мама, если узнает, что тебе за четверть поставили двойку? Ах ты, сука, какого? Да ты получил двойку! Ух, бах, 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 бонюшка! Рукоглот, сани! Да, знаешь, лучше ей об этом не знать. Прячь мой тест! Я уже играл в игры от этого разработчика, но в прошлый раз мы искали компуктер, который стырила у нас наша мама. Ну а теперь все изменилось, я получил двойку и теперь я должен спрятать от нашей мамы нашу двойку, которую мы получили в школе. Почему у меня две головы? О, дедуля, здорово, я по тебе так скучал! Это же тот самый дед, который молился небесам Богу! Топ, он поскорее умер и не видел этого безумия. Как я понимаю, это как раз тот самый тест, на который мы получили двойку. И нам нужно его куда-то спрятать. Ну слушай, мне кажется, идеальное место, я правда даже не знаю, что это, но положу сюда, почему бы и нет. Вот ля-ля-ля-ля-ля, тут как бы ничего вообще нету, даже не смотри туда... Мама? Она не заметила? Мама, да ты у меня слепошарая! Ух-х-х-х! Но это был всего лишь первый уровень и судя по предыдущим играм от этого разработчика, дальше будет полный тандец. Мы находимся в сральнике, у меня опять почему-то две головы и, конечно же, тест, который нам нужно куда-то спрятать. Мне кажется, унитаз это идеальное место, вообще зачем прятать в... Ой, мама, не пей, пожалуйста. Неделю без конвуктера! А-а-а! Реально, вообще, зачем мне прятать мой тест, если я могу его просто куда-нибудь выкинуть, смыть в унитаз? Зачем я вообще его домой принёс? Ладно, давай посмотрим, куда мы ещё можем его спрятать. Так тут вообще ничего нет, только ванна какая-то, ну давай ванную спрячем, почему бы и нет? Вот прям сюда закину, нельзя сюда? А что это вообще такое? А, я могу пойти помыться! Ой-ой-ой! Ты что, зачем ты вылез? Она типа горячая? На-прикройся, вот вообще нормальные труселя из теста. Самые воднявые трусы на районе, я считаю. Блин, у меня мама реально какая-то странная. Её вообще не смущает, что её сын без отрусов носит какой-то тест. Третий уровень! И тут какая-то злая собака. Слушай, мы в принципе можем скормить наш тест прямо вот, ну сразу собаке. А, я понял, нам нужно как-то забрать лопату и вместо лопаты ей подсунуть тест. Я всё понял. Так, погоди, что за трещина? Это что за мужик? Батя, это ты, Шоли? На, держи тест, будешь? Может, мне с ним нужно поговорить? Ага, подожди, я у Бати забрал палку. Всё, я понял, мы теперь кидаем палку нашей собаке. Бобик, держи палочку. Ля, капец, побежал. Всё, теперь мы берём лопату. А, подожди, я зачем лопату? А, я всё, я понял, нам нужна лопата, чтобы здесь выкопать яму. Пока там Бобик атакует нашего папу, мы закопаем наш тест. И мама ничего не спалит, потому что у нас мама немножко тупенькая. У-ху-ху! Я не понял, это кто такой? Имя, фамилия! Может быть, это мой Батя? Батя, держи, посмотри на тест. А Батя вообще, да, пофигу, что я двойку получил. Меня, в принципе, тоже папа не ругал за плохие оценки. Меня только мама всё время ругала. Видимо, так происходит во всех семьях. Окей, я перевернул мусорку, и у нас тут есть гнилые бананы. А что-то ещё я могу подобрать? Нет, ничего я больше подобрать не могу. Что я могу в теории сделать с гнилыми бананами? Может быть, я накормлю своего папу? Конечно, у него заболел живот. Он сейчас пойдёт какать. И что теперь? А, ну, может, я просто должен выкинуть наш тест в мусорку? Нет, так нельзя. Батя, открывай дверь. Ой, Батя, да ты обосрался. И всё, извини, извини. Да закрываю, закрываю дверь. Я не смотрю. На, возьми, подотрись вон тебе тестом. Какой бред. У нас, похоже, не только мама тупенькая, но и Батя тоже. Вижу мёд. Хорошо, давай сразу же возьмём мёд. Мёд у нас нужен для чего? Для того, чтобы нихрена себе тут... Муравьи ползут в какую-то дырку. Может быть, им тут мёдом намазать, чтобы они как бы там захлебнулись, задохнулись. Не совсем понял, для чего я это сделал. Ну, может быть, им туда теперь листочек засунуть. Вот, держите листочек. А шо? И шо это? Ой-ёй-ёй, она спалила. Ой-ёй-ёй, всё, Габелла. Ну всё, она заметила, что он... Не понял. У неё полезли муравьи. То есть, наша мама заметила, что я получил двойку, но на неё напали муравьи, и она резко забыла об этом, или что? Или её просто муравьи с концами съели? Бедная мама. Ладно, хорошо, что у нас тут есть? Кровать, какие-то пояски? Это шо, у нас секретный пароход? Ну, давай сюда положим, в принципе, тест. Нормальная тема. Всё, и как бы ничего нету. Мама, а тут вообще... Нет-нет-нет, там уголок загнулся. Вот капец, я спалился. Чёртов хуй, мама. Никаких, мама. Ладно, давай попробуем и что-нибудь другое сделать. То есть, за постер нам ничего складывать не надо. Хотя, возможно, я могу его прилепить. Что это за дичь вообще? Это чё, бетон? Мы сейчас забетонируем стенку. Окей, хорошо, давай, я складываю тест. Теперь я насыпаю туда... А, это реально был бетон. Серьёзно? Я забетонировал дырку. Ну, действительно, да, там ничего нету. Но я не понимаю, почему нельзя просто в окно выкинуть этот тест, и никто ничего не заметит. Ты слишком много ненужных действий делаешь, понимаешь? Всё гораздо проще решается. Наш батя пришёл домой на этот раз с какими-то ящиками. Я думаю, что нам нашего батю нужно как-то уронить, чтобы он всё это разбросал. У нас тут новый персонаж появился. Это, видимо, наш брательник, который пьёт кофе. Я нашёл банан. То есть, по идее, я могу теперь этот банан подложить нашему батю. Он грохнется, всё обвалится. Нет, так не работает. Вижу какую-то подозрительную книжку. Взять я её не могу. Вижу ещё один ящик. А что, в принципе, я могу тут ещё сделать? Куда ещё я могу потыкать? Слышь, брательник, банан будешь? Реально будешь? А, ну всё, смотри. Теперь-то всё стало понятно. У меня теперь есть банановая кожура, мы её подкладываем куда-нибудь. А куда мы можем её подложить? Я не знаю. Прям в батю кинуть? На, батю. Убедный батя, извини. Мне нужно было это сделать. Я, правда, не знаю зачем. Окей, получается, смотри. Мы теперь складываем наш тест вот сюда. Я могу его сложить? Или я вначале должен поставить ящики? А потом тест. А, я хочу... Я наверху брал. Ну, наверху-то вообще беспалевно. У меня мама не может. Да то залезть посмотреть. Это странная игра, это какой-то бред. Нужно выкинуть просто в окно. Я надеюсь, хотя бы в одном уровне я просто в окно это выкину или нет? О, здорово, дед. Опять молишься? О, господи, помилуй, да поставь же ты лайк под это видео, или ты будешь лохом на всю жизнь. Нормальная молитва, кстати. Дед красава. Что у нас лежит на столе? Что это такое вообще? Ни хрена не понимаю, какая-то каша непонятная. Хорошо, видимо, мне это должно как-то будет пригодиться. Возможно, я должен эту кашу высыпать... Ага! Я высыпал эту кашу в кастрюлю. Подожди, это что такое? Ааа... Сыр какой-то в пакете. Хорошо, это мы тоже сюда добавляем. И теперь мы добавляем туда тест. И вообще всё идеально получается сейчас. Мама съест наш тест. И даже об этом не узнает. Ну, конечно, там ничего нет. Капец, бедный батя кашу с бумагой поел. Ну ты тупой батёк, конечно, да. Ой-ой-ой, у нас тут ещё один персонаж. Это, видимо, ещё один наш брат. Или это тот же самый? Да нет, смотри, с Оской сидит. Тот вроде повзрослее был. Хорошо, давай мы ему просто дадим наш тест. Он его съест и как бы всё нормально будет, да? Ну, вообще идеально. По-моему, он... Ничего тут нету, мы тут сидим чисто... Куда ты полезла, алё? Походу, наш брательник-то оказался предателем. Он нас спалил. То есть ему мы ничего отдавать не будем. Что это за дичь такая? Что я беру? Я вообще не понимаю, что это за предметы? Какая-то коробка или что-то, листья какие-то? Может, там телевизор нахрен сломать? Или батя, на, держи... Ага, я долб... Аа, это были сигареты! Кофе, а что, в принципе, я могу сделать с этим кофе? Давай разольём кофе на телевизор. Или вот дадим нашему брательнику. Будешь кофе, нет? А, я сам, типа, пью кофе, а зачем? Ну, хорошо, держи теперь, брательник, эту штуку. Или вот так, нормально. А, ну всё, я пью кофе, меня тут не спалят вообще, как бы... Серьёзно? А что изменилось? То, что я пью кофе? Что за дичь? О, ля, ты посмотри! Тут Бобик, походу, втюрился в маленькую Анжелку. А ещё тут лежит зажигалка. Мне что, нужно сжечь Бобика? Не удивлюсь, если так оно всё и будет. Ааа, подожди, не понял. Тут какой-то пожар или что? Что это за дичь? Уголь лежит? Там, походу, реально какой-то пожар начался. Хорошо, давай мы его подожжём. Он хочет огня, я ему дам огня. Он, наверное, курицу хотел пожарить. Смотри, у него в руке курица, но она не пожаренная. И он такой, типа, расстроился, что огня нет. А я же могу просто сжечь, в принципе, свой тест. И будет тебе костёр вообще идеально, мне кажется. Ой. Я это правильно сделал? Я думал, я себя сейчас сломал нахрен. Окей, мы разожгли костёр. Чувак наелся курицы. Теперь мы просто сжигаем тест, и всё хоть будет нормально? Ой. Ой-ой-ой-ой. А, я всё понял. Мы теперь забираем косточку. Мы эту косточку отдаём кому? Ну, давай, Бобику отдадим. Бобик, держи, подари эту косточку Анжелке. Анжелка тебе говорит, капец, ты просто лучший, Бобик. Ну, как бы, я думал, вначале там на свидание. Поцеловаться, они решили сразу. Ну, хорошо, это их дело. Мы к ним лезть не будем. А что теперь-то, собственно говоря, нужно? А, я понял, смотри. Мы теперь сжигаем тест, и наша мама обратит внимание. Да ты чё, охренела, мать? У тебя там собаки, ну, совокупляются. А ты на меня какого-то хрена внимания обращаешь. Мать, ты какая-то странная. Ладно, окей. Я снова поджигаю костёр. Кому дать косточку? Ну, ладно, держи косточку, Бобик. Хорошо, Бобик снова подарил косточку. У них сейчас опять будет Шрекс Кек-Тебурекс. Но что нам это всё даёт? Косточку я снова взять не могу. Бобик, возьми, пожалуйста, этот... Я Бобику дал наш тест, а Бобик даже не заметил. Мама, смотри, что там Бобик делает. Ой, ша-ха-ха. Да нормальная тема. Бобику тоже нужно немножечко любви. Так, дед, походу, расстроился. Он очень долго молился, но никто лайк так и не поставил. Поэтому он теперь очень грустный. Вот что вы наделали? Он же просил лайк поставить, а ты не поставил. Вот теперь смотри, что с дедом произошло. Давай ставь лайк, а то капец, дед. У деда сейчас сердечный приступ случится, он помрёт нахрен. Так, смотри, наш батя приготовил краба. Хорошо, мы у него всё коммуниздим, и это тоже коммуниздим. Капец, батя реально попуск какой-то. Я его обворовал, ему вообще пофигу. Что это такое? Это какие-то энергетики, я понял. Дед, держи, попей энергетик. Сейчас, капец. Дед напьётся энергетиков, у него точно сердечко становится. Краба будешь? Ой-ой, не понял. Понравилось? Нет, не понравилось? Дед съел краба, и он настроился. Ему не нравится есть крабов, а зачем же ты тогда его ел? Нужно подумать логически. Мы берём краба, мы берём курицу, мы берём энергетик. Наверное, энергетик мы всё-таки отдадим нашему деду, потому что ему нужно зарядиться немножечко энергией. Он же уже старый, дряхлый, ещё и лайки не поставили. Деду вообще грустно, поэтому мы кормим его ещё и ку... Капец. Ё-моё, дедуля. Это всё потому, что ты лайк поставил, ты смотри, как дед преобразил. Окей, теперь дед у нас стал очень сильным, мы ему даём... Ааа, мы подложили просто типа в кучу разорванной одежды наш тест, и мама его не спалит. Мама, а тебе вообще это... Тебя ничего не удивляет, там у деда лишних пару тысяч мускулов отросло? Ля, да и у меня тоже капец, вообще, весь в деда пошёл. Знаешь, у нас с дедом вообще есть очень много общего, и он любит лайки, я люблю лайки, он качок, и я, ты посмотри, какой качок. А у бати почему-то четыре руки. Батя у нас вообще какой-то странный. Окей, на батю я потыкать не могу. Что у нас тут есть ещё? Дудка какая-то, мячик, окей. Я взял дудку, я взял погремушки. Ага, это, видимо, были игрушки нашего брательника. Подожди, а что за сумочка? Хочу сумочку. Ты куда ты его взял? Да я сумочку хотел взять, а ну! Я говорю тебе, брательник, это какой-то предатель. Вообще, у меня уже в который раз палит. Хорошо, давай возьмём вот это, теперь возьмём вот это. Я понял, ему нужно дать погремушки. Ля-ля-ля-ля-ля, погремушки, тра-та-та, так, окей. Это была какая-то папка с документами. Я могу это взять? Или, может, просто нужно сюда подложить листочек и всё? А-а-а. А батя как раз-таки потерял сумку. Вот, держи, батя, вот возьми мой тест. Он тоже подойдёт, нахрен тебе эти документы. Ты тупой, конечно, батя. Тринадцатый уровень, зловещее число. Сейчас будет что-то вообще жёсткое. Батя, видимо, вернулся грустный с работы, потому что его не взяли на работу, потому что я ему подложил тест свой вместо документов. У нас тут есть стиральная машина. Я могу просто в стиральную машину засунуть наш тест. В принципе, мне кажется, идеально. Если реально засунуть бумагу в стиральную машину, да не будет он так выглядеть, он вообще там растворится, нахрен. А-а, может, мне нужно, типа, вещи нашего батя постирать? Батя, дай вещи, я тебе постирай. Я тебе помогу, я тебе помогу, батя, давай, постирайся, помойся. А пока наш батя моется, мы заберём его вещи, мы эти вещи постираем. Теперь мы эти вещи вытаскиваем, складываем в них тест, я правильно понимаю? Нет, я не могу сложить. Окей, а если теперь я развешу их, а потом сложу туда? Ну вот вообще идеально, в батяные трусы запихнули. Батя у нас тупой, он не заметит. Нормально, всё, easy, easy, real talk, think about it, man. У-ху! А, подожди, наша мама в итоге всё-таки заметила? Ну это уже не важно, это уже совсем другая история. Вижу рюкзак, вижу какие-то двери, которые не открываются, ничего не берётся. Опачки, а вот оно и окно! Я про это и говорил. Всё, выкидываем нахрен тесты, всё, easy, вообще никто... Где что ты, чё, бля, лёд? Ну ты не должна была ничего заметить. Всё, easy, easy, real talk. Реально, ты, я гений, я просто предугадал эту игру! Я ванга! А ещё я почему-то вангую, что ты прямо сейчас хочешь подписаться на канал, тыкнуть на колокольчик и написать в комментариях, хочешь ли ты увидеть новую серию по этой игре. Если будет очень много лайков и пройду полностью эту игру, мы посмотрим на все эти наркоманские уровни, которые нас ждут дальше, потому что с каждым новым уровнем эта игра будет становиться всё ненормальнее и ненормальнее. Я-то знаю! Так что подписывайся на мой телеграм-канал, там ты узнаешь, когда выйдет новая серия по этой игре. Я хочу пройти этот уровень, всё, я не могу, я не закончу видео, пока не пройду этот уровень. У нас тут Жека, сантехника из Жека, и вот я тебе дрель подарю, смотри, какая классная дверь вообще идеальная. Ой-ой-ой-ой, там что-то потоп начался! Сантехника, мы с тобой отвлекли, что мы будем делать дальше? Ну теперь мы просто засовываем сюда бумажку, и вот, держи бумажку, подотрись, оботрись. Легчайшее, легчайшее! Увидимся с тобой в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok